Парк Изумрудный – главная точка притяжения для тысяч барнаульцев и гостей краевой столицы. Сейчас здесь завершают четвертый этап благоустройства. Главному входу уже вернули первоначальный вид. Постоянные посетители парка не могут не обратить внимания на обновленную входную группу в черно-белых тонах. Забор не стали менять на новый, его восстановили. А часы, которые позволяют окунуться в атмосферу прошлого, специально подобрали по старым фотографиям. Кстати, на них не нужно подводить время, они полностью оснащены современными технологиями. Второй вход, в отличие от главного, изменился кардинально. Новые ограждения оборудовали необычными встроенными лавочками с деревянными сидениями. На столбах установили фонари. Кстати, по вечерам ключевые места парка освещены красивой подсветкой. Увеличили сеть пешеходных дорожек, для гостей построили парковку. Осталось закончить строительство крытого амфитеатра, а именно натянуть тент и повесить ворота на входную группу. Этот этап работ закончат ко дню города Барнаула. И не зря, ведь в парке, особенно в вечернее время, людей больше, чем на проспекте Ленина. Стало гораздо лучше, нравится, в принципе, все просторно, комфортно, есть чем заняться. Природа прекрасная, дороги сейчас хорошие. И озеро сделали хорошо, так вот чистенько все, тут все привлекательное. Ну, прогулочная зона. Прогулочная зона. Мы тут работаем рядом, нам как раз время скоротать вообще идеально, насладиться свежим воздухом. Кстати, только за пять месяцев этого года, с апреля по август, парк посетили более полутора миллионов людей. А работы не прекращаются. Продолжается обустройство зеленого пляжа с газоном и лежаками и восстановление зеленых насаждений. Мы сейчас как раз организуем высадку деревьев. Мы уже посадили 50 штук весной, вот еще 150 планируем посадить в сентябре. Кроме того, высадить кустарники, еще часть газонов, восстановить, и те, которые пострадали от работ. Это все на сентябрь, первую половину октября планируем. Ну, а в середине октября уже подготовка к зиме. У нас стоит такая большая задача новая, это все-таки постараться организовать каток. У нас, наконец-то, запущен будет пункт проката, и, соответственно, надеюсь, что у нас горожане смогут еще воспользоваться катку. Следующий год тоже грандиозный. В планах большая физкультурная площадка, парковка со стороны проспекта Сибирский, шахматный павильон, арт-объекты и даже информационная стелла. Плюс для любителей охладиться хотят организовать пешеходный фонтан. Ну, а жители Барнаула мечтают, чтобы и другие парки города развивались такими же темпами и радовали жителей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.